С утра в Бутовской школе номер два ждали высоких гостей. Наконец в образовательное учреждение прибывает заместитель министра просвещения Российской Федерации Марина Ракова, где ее встречает глава муниципалитета Валерий Венцель. Основное действие начинается на территории образовательного центра «Точка роста». Мы в честь больших команды под названием «Точка роста! Команды будущего России!» В этот день в 50 регионах России в рамках федеральной программы «Современная школа» были открыты центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». На их базе будет вестись преподавание ряда предметов. ОБЖ, технологии, информатика. Ну и, конечно, достаточно широкие возможности для неурочной деятельности и дополнительного образования, потому что появилось новое оборудование, появилось новое средство обучения, причем они достаточно простые в использовании, очень функциональные, и любой ребенок может их легко освоить и использовать в своей жизни. Мы этого только будем рады. «Телемост» был организован по случаю старта проекта «Точка роста». В нем принимали участие ученики, преподаватели и представители руководства муниципалитетов из девяти регионов страны. При открытии современных образовательных центров основной упор сделали на учебные заведения в сельской местности и небольших городах. Мы сейчас находимся в школе села Ивановка. Это одна из старейших образовательных организаций нашей области. В этом году школе исполнилось 145 лет. Центры «Точка роста» призваны выполнять функцию общественного пространства для развития компьютерной грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческого и социального развития детей. «Учителя, которые будут работать с нашими детьми, прошли профессиональное обучение. Они обучены новым методикам и современным технологиям. Работать по-старому уже не получится. Современным детям нужны современные преподаватели, современное обучение». Преподавание будет вестись с использованием новейшего оборудования. Интерактивные доски, 3D-принтеры, компьютеры с программами, предназначенными для моделирования и конструирования виртуальной реальности, инструментарий для создания роботов. «До 2024 года, это конкретные результаты показателей национального проекта образования, будет создано не менее 16 тысяч точек роста. Но уже сегодня губернаторы принимают решение, и помимо тех центров, которые они открывают с участием федеральных средств, они значительные по нацпроектам, то есть доля софинансирования Российской Федерации 95-98%. Губернаторы принимают решение, открывают точки роста за региональные и консолидированные бюджеты своих субъектов Российской Федерации. Поэтому я думаю, что не менее 20 тысяч точек роста точно получше». В ходе телемоста региональные точки роста отчитались о готовности к открытию. После проведения сеанса прямой связи для Валерия Венцеля и Марины Раковой провели небольшую экскурсию по Бутовскому центру. «Мы находимся в локации предметов технология, и мы все знаем, что современная школа должна быть ориентирована на подготовку детей в мире высоких технологий». Более 784 миллиардов рублей выделено на реализацию национального проекта образования до 2024 года. Планируется, что 16 тысяч школ в сельской местности и малых городах обновят материально-техническую базу. «Для нас это очень знаковое событие, потому что в рамках национального проекта образования, в рамках федерального проекта «Современная школа» вот у нас на территории нашей Бутовской школы открылась точка роста. Пока одна, мы будем, естественно, посмотрим, как она будет дальше себя наполнять, как будет функционировать, для того, чтобы применить и в других наших образовательных учреждениях. То, что мы сегодня увидели, то, что мы сегодня услышали от ребят, которые уже здесь проходят обучение, ну это здорово». Благодаря открытиям точек роста по всей России, новыми технологиями обучения в настоящий момент охвачено 800 тысяч детей. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.